всем и здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня первое число и мне захотелось сделать прогноз на апрель обычно я не делаю но вот последнее время мне захотелось делать прогнозы на месяц посмотреть каким будет апрель не знаю если мне понравится может быть и оставлю ну каждый месяц делать прогнозы если нет не буду у меня так все по настроению я человек эмоциональный поэтому посмотрим сегодня каким у нас будет апрель хочу сделать сегодня такой для меня ну как будто бы необычный расклад почему потому что в принципе публично такие расклады я не делаю только на индивидуальных консультациях прежде чем мы начнем пока я мешаю колоду хочу сказать что я наконец-таки создала телеграм-канал первичная просто зарегистрировалась на телеграме и думала что оставлю его просто для связи вот но потом не стали задавать вопросы по поводу канала где регистрироваться и я его создала пока если честно активно его вести не планирует но вам по крайней мере рекомендую зарегистрироваться ссылочка на канал есть в описании кто знает и такой спонтанный человек постепенно постепенно может быть у меня будет появляться такое желание я буду добавлять туда публикации вот расклады я не думаю что я туда буду дублировать может быть такие коротенькие и пятиминутные не знаю в общем как пойдет что придет в голову там как говорится зарегистрируйтесь а потом процессе разберемся что и как так у нас тепло уже стало уже солнышко радует ну что так 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 я просто думаю давайте так на какой колоде что буду делать еще пару секунд у кого нету терпения сразу нажимайте на тайм-код а я просто поделюсь с вами хорошим настроением и улыбкой так давайте приступим отодвигаем так поставлю камешки позиция номер один голубенький камешек мы с вами посмотрим каким у нас будет апрель так секунду выложу карты и расскажу вам что именно я смотрю и как я буду считывать так это колода у меня монолиза та колода которая не очень любила но вот все меняется и мое настроение колодам тоже так ну давайте мы приступим значит общая энергия апреля аркан влюбленные только обратила забавно так пауза связана с тем что только что обратил внимание что у меня карты подписаны на русском языке причем на двух языках на английском и на русском и все это время я почему-то обращала внимание на подпись арканов на английском языке и только впервые увидели что здесь оказывается еще и по русски написано ладно забавно общая энергия общая энергия апреля будет связана с выбор даже не с выбором а знаете здесь такое ощущение что вы как будто бы в чем-то уже определились каких-то аспектах и будете соответствовать как раз таки своему выбору причем знаете такой интересный момент что этот выбор он будет как будто бы против течения что ли вы определились для себя с путем который не как у всех вот здесь есть что-то такое от вашей индивидуальности здесь есть что-то от вашей такой уникальности я бы сказала да при этом есть какая-то такая энергия немножко скрытости да когда я публично не говорю о том что я планирую делать как это будет как будто бы знаете ощущение скрытости но вы уже начинаете действовать не не в открытую здесь нет ничего такого негативного а как будто бы вы хотите знаете посеяли семена и ждете здесь когда вот первые ростки появятся и только тогда когда уже как говорится все сложится прошу прощения тогда я об этом и заявлю то есть здесь не не планирование здесь уже какие-то действия есть вы уже совершаете вы уже видите первые ростки здесь еще не плоды но и это уже не 7 да здесь она уже проросло и вот эти вот первые новые ростки вы уже видите но из-за того что они такие еще знаете нежные такие еще светло-зеленые хочется сказать такие хрупкие чтобы их не затоптали чтобы их как-то ну чтобы эти побеги потому что здесь еще побеги да как будто бы чтобы эти пагет по побеги не погибли вы как будто бы держите еще в тайне но это уже что-то проросло здесь такое ощущение что может быть в марте вы что-то сели а сейчас уже начинает прорастать и вам это нравится здесь ощущение такое знаете трепетного отношения ко всей этой ситуации когда присутствует такая энергия влюбленности что ли эмоции но они такие не яркие а такие знаете вот чтобы не спугнуть в здесь такое ощущение иногда когда мы верим в предметы до начинаешь рассказывать о каких-то планах по дереву стучим и говорим либо там сплюнем три раза до чтобы не сглазить чтобы ничего такого не было здесь вот какая-то такая энергия что все идет так хорошо там сплюнь три раза чтобы не сглазить чтобы не спугнуть удачу вот здесь что-то такое поэтому энергия она будет связана с вашим выбором который вы уже по сути совершили и встали на этот путь но это этот путь не такой как у всех то есть вы как будто вы смотрите абсолютно в противоположном направлении где-то в каком-то моменте вы уверены за свой выбор в своем выборе скорее всего но он не такой как у всех это может касаться всего чего угодно здесь не то что вы идете против течения вы как будто бы идете своим своим путем и и он вам нравится он вас вдохновляет вы полностью сфокусирована на своем выборе вы не обращаете внимание на других людей здесь такое ощущение что как будто бы люди присутствуют но они отвернуты от вас спиной это хорошо касательно вашего дела почему потому что как будто бы вас не берут в расчет пока не не обращает на вас внимание и это дает вам дают вам какие-то плюсы почему потому что чтобы вы могли как будто бы набрать обороты в том деле либо в том выборе с которым вы определились и вот потом знаете произойдет такой момент когда выстрелит уже то вот эти вот побеги да они начнут они укрепятся хорошо и они начнут укореняться и они начнут давать свои плоды вот тогда будет такое ощущение что люди развернуться в вашу сторону и удивляк удивляться вашему что за косноязыче сегодня удивятся вашему вашему труду вашим результатом что касается денег будьте внимательны потому что есть такое знаете ощущение что где-то кто-то за вашей за вашей спиной до старается вам как будто бы знаете знаете насолить вот ощущение того что вы кому-то мешаете пока пока вы как будто бы отдыхаете что ли здесь есть такая некая конкуренция которая хочет вас убрать со своего пути вы как будто бы кому-то мешаете поэтому касательно ваших финансов либо ваших каких-то ценностей здесь могу сказать что присутствуют какие-то недоброжелатели здесь зависть есть смотрите вы что касается по деньгам будете получать столько сколько вы получали и до этого момента но вам эти деньги они не будут даваться легко вам они будут даваться достаточно сложно потому что здесь как будто бы еще вы зарабатываете не по-новому согласно тому пути который вы выбрали а старыми методами как которыми вы привыкли для кого важное и актуально партнерство то да я бы сказала что здесь она будет уместно поэтому ну если коротко так о деньгах да то те деньги которые у вас были в предыдущий период такие же будут и в апреле месяце я не вижу что были какие-то изменения но без денег вы не останетесь это точно пока ваш доход будет такой же как и сейчас и возможно вам нужно будет рассмотреть либо подумать о о о партнерстве а и еще знаете есть такое ощущение что ваши деньги они как-то будут связаны либо приход либо доход с помощью то есть либо вы кому-то помогаете либо вкладываетесь либо в семью вам нужно отдавать какие-то деньги то есть здесь вот именно взаимодействие денег и других людей то ли они вам будут помогать финансово то ли вы должны помогать финансово то ли здесь какое-то вот партнерство должно произойти то есть деньги могут уходить как например на детей деньги может могут уходить на какие-то вот бытовые аспекты может быть кто-то захочет вкладываться в в какое-то обучение да в свое развитие что касается ваших мыслей вот в апреле месяце до ваша мысли они будут такие достаточно мысли и общение они будут такие достаточно плодотворные да я могу сказать здесь у вас будет проявляться такое знаете вот ощущение некой справедливости вы не будете жесткие вы не будете риски с другими людьми но вы будете достаточно такие знаете справедливые что ли заботливые больше вот ваше общение оно будет теплым вот как будто бы материнским да здесь как-то такое присутствует и знаете опять будет ощущение того что вас как будто бы не понимают у меня чувство что вот на том пути которым вы выбрали до ваша коммуникация с другими людьми она будет больше наблюдательные вы то что я сказала будете заботой любовью относиться к другим людям в коммуникациях в коммуникациях больше знаете в позиции наблюдателя то есть очень внимательно смотреть слушать что происходит вам будет рассказывать истории но вы будете находиться больше в такой знаете позиции принимающего человека как говорится свободных ушей потому что люди как будто бы все равно продолжают вас не понимать вы не похоже на них ваш образ жизни ваше мышление не совсем такое как у людей здесь еще знаете у меня проскальзывает какое-то вот чувство страха что ли как будто бы люди вас боятся причем боятся не ваших слов о вашей либо вашего игнора либо вашей тишины вашего молчания здесь ощущение того что они знаете как будто бы боятся что вы обрушите на них какой-то свой гнев своим мечи я не говорю что такое есть я говорю о восприятии о восприятии вас с другими людьми очень много будет возможно переписок но и каких-то вот знаете колкости подкалывание желания знаете вот вашу сторону как-то падают периодически мечи и с другой стороны я вас вижу достаточно такой знаете спокойный человека которым не то чтобы безразлично но человек который не обращает внимание на то что происходит во внешнем мире а вот мир как будто бы на вас реагирует знаете в таком затаенном состоянии опасности что участка ему прилететь сейчас что-то вы сделаете вот и это будет прям какая-то вот кара что ли какое-то наказание как будто люди вас побаиваются да здесь такой момент хотя с другой стороны люди вас видят знаете почему побаиваются они видят вас некого такого учителя человека который передает информацию где-то в какой-то степени вы для них являетесь авторитетом они вам поклоняются они вас к вам к вам прислушиваются и где-то может быть на вас ориентируется и поэтому такое знаете здесь ощущение что когда с вами взаимодействует как будто бы ждут что вот выше вы вы как будто бы будете их критиковать и это их восприятие потому что на самом деле такого нету здесь нету критики здесь наоборот есть какое-то знаете ваше желание помочь и это это видно и здесь люди это замечают но вот почему-то знаете то ли у них в вашем пространстве срабатывает совесть хочется сказать да и они как будто бы ждут от вас этого наказания не то что вы такой человек они как будто бы вот ждут от вас что вы что-то скажете осудить и будете критиковать и и поэтому когда этого не последует какое-то вот такое недопонимание а почему а почему вы так себя ведете то есть надо было как-то они сами понимают что где-то не справедливы они они в своих поступках и здесь как будто бы сама наказание идет с их стороны но они почему-то считают что вы являетесь причиной этого что знаете вот в вашем пространстве как будто бы людей совесть просыпается и они сами себя начинают как-то ну не то чтобы критиковать но понимают где они оступились и такое проходит только в вашем происходит вашем пространстве вы эти как будто бы свет который высвечивает им их теневые аспекты но словесно то есть вербально вы это никак не показываете наоборот знаете вы такой человек который показывает вот эту вот любовь желание помочь желание протянуть руку помощи и у детей как будто бы возникает такое чувство что вот я недостоин почему ко мне так хорошо относятся этот человек и и это немножко удивляет в плане того что вот так кто нибудь другой да на вашем месте поступил бы иначе осудил может быть где-то даже и подножку бы дал а вот вы так себя не ведете и вот это вот как-то включает в людях какую-то внутреннюю трансформацию что вот это вот ваша неординарность взглядов на жизнь она как будто бы заставляет их пересмотреть свои собственные поступки поэтому вот такая ситуация и происходит что касается вашего дома то здесь будет все очень хорошо возможно кто-то к вам приедет гости из тех людей которые уезжали то есть если у вас есть люди которые уезжали да здесь вот возврат этих людей может быть кто-то захочет возможно обновить свой дом как-то освежить здесь не про ремонт а просто вот какой-то чистоту что ли может быть на навести если здесь были болезни ваших родителей да может быть вашей мамы то здесь будет выздоровление в доме будет у вас все хорошо что касается ваших эмоций в этом месяце то здесь будет так интересно так такое чувство знаете что эмоции будут развиваться по по нарастающей они будут позитивные они будут такие знаете огненные страстные активные будет такое ощущение что где-то вы даже не успеваете за своими эмоциями независимо это там отношения либо это личная жизнь либо вообще ваше настроение она будет такой достаточно позитивная и очень быстрая скоростная такая в этом есть какая-то хитрость даже не то чтобы хитрость а здесь чувство такое что вот именно в апреле месяце вы как будто бы устанете от своего одиночества от того что никогда ничего не происходит да все как-то спокойно ясно понятно и вам захочется активности яркости красок эмоций то есть вы как будто бы устанете от этого сбалансированного состояния либо уединением и вот вам захочется какой-то страсти что ли может быть весна и какое-то пробуждение здесь будет здесь но это будет накатывать не на весь месяц а здесь знаете вот как будто бы накатывает и вот в этом порыве какой-то цикличности что ли вспышки импульсивности вы начинаете действовать а потом так два-три дня а потом спадает этот запал и снова вы возвращаетесь к своему отшельнику потом опять какое-то вот такое пробуждение знаете там хочется сказать как в период весеннего гона да то есть все пробуждается кровь кипит либидо поднимается очень активная энергия и хочется что-то хочется такого что-то здесь происходит очень важный момент на что вообще вам стоит обратить в апреле месяце это ваша коммуникация ваше ваше общение мысли которые новые будут рождаться в вашей голове которые необходимо будет реализовать но не бойтесь почему потому что они своих этих мыслей потому что они как будто бы будет идти против против течения вам будет казаться что это сложно и нереализуемо но на самом деле это вы идете в правильном направлении то есть вы идете своим путем вот это вот вам нужно помнить вы не идете групповым каким-то развитием поэтому вам не нужно ориентироваться на других людей и второй момент на который я бы хотела обратить внимание помимо общей энергетики это как раз таки ваша работа ваша работа ваше здоровье здесь у вас будет происходить в профессиональной сфере у вас будут происходить изменения с чем они будут связаны обнуление да здесь заново заново будете выстраивать свою финансовую сторону здесь знаете действительно появится как будто бы любовь что ли к к делу либо пробудется либо вы с любовью заново будете выстраивать какое-то свое дело но здесь либо ваша любовная какая-то связь личная связь может повлиять на профессиональную в плане наполненности да то есть как-то вы воодушевитесь но однозначно здесь будут перемены и у меня такое ощущение что вот перемены в лучшую в лучшую сторону не в худшую а в лучшую как-то вот более светлую более почему-то мне золотом пахнет не знаю как может пахнуть золото но вот здесь вот мне идет что-то такое знаете либо пересмотр вас и своей ценности в профессиональной сфере такой тоже может быть вы как будто бы знаете здесь интересный момент любовь к самому себе тоже может быть то есть как будто бы вы полюбите себя появится ценность себя и вы в это будете транслировать в профессиональной сфере здесь из-за этого вам будет сопутствовать удача что касается здоровья вам здесь тоже нужно быть более внимательны почему потому что могут проходить какие-то излишества может быть здесь питание надо обратить внимание то есть здесь что-то такое чрезмерное да какие-то вот излишества будет не знаю если переживаете то слишком чрезмерно много да что-то такое чрезмерное если едите бывает такие моменты прямо вот чрезмерно едите как будто бы заедаете что-то если там кто-то отдыхает то вот как-то чрезмерно может перейти в лень да здесь вам нужно одержать победу над своими вот этими вот состояниями чрезмерности желательно чтобы здесь все было в меру что касается партнерство о котором я говорила здесь как будто бы есть какие-то трудности сложности с партнерством да здесь смотрите если вы войдете в партнерство как вариант то вам нужно правильно выбирать партнера почему потому что здесь такое ощущение что на партнерство у вас уходит очень много сил очень много силы это важный аспект оттачивания в том числе и вашего мастерства то есть ваш партнер если это профессиональная сфера он должен быть мастером если не мастер он вам просто не подходит потому что здесь идет отток отток энергии это может еще раз скажу забирать у вас очень много силы вы можете переживать по этому поводу либо кто-то может переживать что не может найти какого-то партнера для себя если это касается профессиональной сферы да что как-то мне сложно самостоятельно но у меня здесь знаете кажется что здесь 50 на 50 для кого-то важно будет партнерство а для кого-то нет может быть здесь индивидуальный путь если партнер то он должен быть с вами единомышленник он с вами должен быть на одной волне не только у вас должны быть общие цели у вас должно быть единомыслие иначе вы не сможете как-то развивать свое дело да потому что здесь партнерство должно быть такое когда вы друг друга обогащаете энергией будьте очень внимательны что касается денег если вы хотите взять в долг либо деньги связанные с третьими лицами то здесь как будто бы не будет не сможете найти взаимопонимание да если вы например хотите взять какую-то ипотеку то не совсем благоприятный момент мне такое ощущение что знаете хоть карты позитивные что вы не совсем понимаете чем вам это потом обернется то есть нет четкого видения как для чего почему поэтому я бы сказала будьте внимательны касательно финансов если вы хотите взять ипотеку если это деньги вообще связанные с третьими лицами да то здесь какая-то новая энергия будет присутствовать не знаю может быть какие-то детские пособия кто-то получает либо возврат какой-то денег то здесь какой-то новый шанс да новая энергия будет вливаться ну и для кого интересно сексуальная жизнь да она здесь будет такая достаточно хорошая хорошая активная но не такая что вы знаете вот на страстях а именно качественная то есть будет именно партнерство не будет использования вас если можно так сказать дальше если мы говорим что касается обучение что касается обучения что касается вашего прошлого опыта каких-то планов да то здесь у вас есть какой-то новый шанс кто хочет пойти учиться чему-то новым да раскрыть какие-то свои способности причем это способности если они связаны с творчеством то они будут благоприятны здесь не про не про ментал здесь больше то что связано с нашим состоянием я не знаю раскрытие например там своей интуиции воображение да если там я не знаю кто хочет пойти учиться на ландшафтного дизайнера например да здесь мне еще показывают как это называется батик как-то что-то такое я слышу я не могу понять батик батис что-то такое это по-моему свечкой выливают на материал я не могу понять мне здесь просто показывают материал и льют на него то ли краску то ли свечу что-то такое жидкое и горячее не могу понять что это конкретное вот такое тоже я не знаю как это называется такое знаете скорее всего это для кого-то важно такой инструмент он как как она называется как будто бы как кофе варишь у него есть ручка это такая маленькая маленький сосуд и снизу дырочка и вот она почему-то капает и вот туда куда капает получается какой-то рисунок человек как-то вот так рукой водит я не знаю что это такое если что напишите может быть есть какая-то такая техника я не знаю вот мне такое почему-то показывает и что-то что-то связанное с цветами с цветами жидкостями какими-то ну может быть кто-то воск а что-то с воском тоже может делать гончарные какие-то горелка вот как-то горелка может быть стекло да вот как-то стекло вливать украшения что такое в общем если вы хотите пойти учиться то вот на какие-то такие творческие моменты да что касается образование если оно связано как-то с иностранными языками оно связано как-то с духовностью знаете с философией с психологией туда ну а вообще что касается вот вашего развития и образования то здесь вот как-то оно должно вас воодушевлять если вы будете определяться с выбором то это должно вам нравиться то есть ваша душа должна будет откликаться да то есть вы не должны будете здесь общая знаете такая энергия что вам нужно идти своим путем не нужно обращать внимание на других людей вот это вот очень важный момент цели которые вы будете ставить в апреле месяце столкнуться с каким-то разочарованием трудностями сложностями и это может быть связано с какими-то либо энергиями либо вы сливаете куда-то энергию имейте ввиду там я про партнерство говорила либо либо здесь на семью тоже такую энергию уходит либо здесь ваши цели по пятерке педаклей будет такое ощущение что как-то обесточенной обесточенной знаете вот усталость усталость с чем это будет связано усталость ну скорее всего здесь может быть и физическая усталость тоже проходить имейте ввиду слишком много где-то помогаете другим людям да слишком много на себе тащите поэтому что касается достижения цели будете падать эмоционально имейте ввиду поэтому хорошо было бы что в вашем окружении были люди которые смогли бы вас поддержать и так по поводу финансов сказали отношения сказали сценарий который вы должны будете проработать в апреле месяце они будут связаны знаете с тем чтобы заявить миру о себе как ни странно знаете вот показать то что вы скрывали долгое время вот какую-то свою красоту здесь такое удивление будет у людей что где вы скрывались да такое ощущение что если вы женщина прям мужчины удивятся то есть это а где вы скрывались столько времени на вас будет обращать внимание проявить себя да показать показать то что вы являетесь победителями да знаете здесь как будто бы вот это вот то что карта выходила здесь да про отшельника на эмоции она не случайно вот у вас в те моменты когда будет желание заявить о себе показать вот проживать эти эмоции вы будете показывать свою внутреннюю красоту и люди будут удивляться этой красоте но вы сможете это сделать только тогда когда победите вот эти вот свои страхи заявить о себе поэтому ваш урок на апрель месяц заявлять о себе проявлять себя показывать себя да но имейте ввиду дозированно почему потому что у вас нет опыта заявления о себе потому что вы отшельник по своей натуре ну такой человек достаточно закрытый и когда вы будете открываться здесь такое знаете чувство что люди будут ну убегать потому что ваше солнце оно чрезмерно яркое поэтому вам и это была одна из причин почему вы уходили в отшельника вам нужно научиться дозированно себя показывать свои эмоции потому что как только вы начинаете вообще проживать какие-то эмоции ваша энергетика настолько мощная сильная что людям кажется что вас много в их пространстве но на самом деле вы как будто бы не показываете всю мощь то есть представьте вы показываете ну вот где-то процентов пятьдесят семьдесят мне показывают да людям своей мощи своей энергетики им уже кажется что это много то есть вы вы даже хочу сказать не пробуйте на сто процентов показать себя почему потому что вы просто сожгете людей своей энергетикой так знаете вот дозировано скажем так 35-40 не надо больше это меньше той половины но при этом и вам должно быть комфортно и людям должно быть комфортным потому что вы очень у вас очень мощная у вас очень сильная энергия очень сильная энергия на вашей энергии помимо работы дома вашей семьи вашего развития много всего держится вы очень мощный такой генератор энергии вот такая вот была у меня первая позиция буду с огромным удовольствием ждать ваши обратные связи в конце апреля да в начале мая желательно чтобы вы вспомнили про этот расклад и отписались вот а я постараюсь забыла сказать в начале да подсказка где-нибудь здесь или здесь выложить подсказку либо о том как пройдет ваша весна либо прогноз на 2022 год тоже послушайте может быть интересно будет так мы с вами переходим к позиции номер два красненькому камешку ну я в принципе так и предполагала да что так много будет ладно сегодня просто такой интересный расклад на на мой взгляд когда я в хорошем настроении пока я говорю выкладываю карты посмотрим как пройдет ваш месяц в принципе такой расклад когда делаешь он особенно если рассматриваешь динамику он может долго можно долго рассказывать так что это за расклад и как это все происходит общая энергия апреля двоечки энергия императора двойки вообще изменились знаете так интересно те кто выбирая первую позицию если вы смотрите все сразу скажу первая позиция как были люди мудрецы так они остались и углубились еще больше в свою мудрость в свою духовность что касается двоек здесь энергия стали более уверенные более такими знаете яркими ушли от энергии знаете такой бедный несчастный родственник помогите меня спасите здесь как будто бы люди учатся жить заново это здорово это такие знаете приятные энергии то есть с вами сейчас стало приятно общаться уже нету такого мученика жертвы никогда и энергия человека более уверенного в себе и это приятно а тройки стали у меня людьми которые раньше они были такими знаете вот прагматиками людьми которые делали акцент на финансы а сейчас в их жизни появилась еще и любовь как ни странно вот там люди с тоже с очень мощными сильными трансформациями то есть если говорить про трансформацию то тройки это долгое время люди которые проходят трансформацию но все же двоечки ваш апрель ваш апрель подходит проходит под лозунгом императора знаете человеком который уже как говорится знаете прошел крым-рым медные трубы все это прошел и так вы знаете человек который стал уверенный да такой вальяж что я уже не боюсь то есть если раньше мне знаете он показывает гроза и такой щенок маленький боится всех шумов такой дождь ливень гроза шумит он такой пугается и ищет где бы скрыться то здесь на данный момент никакая гроза нам не страшна я сижу я уже знаете как будто бы иммунитет выработался выработался я уже такой уверенный человек спокойный стабильный наконец-таки я как говорится выбрался из всех несгод у меня такой голос даже бодренький стал примерно такая здесь энергия будет такая знаете бодренькая приятная вам самим нравится то кем вы стали и это здорово на самом деле и прям респект вам дальше а и еще будет такая знаете уверенность по крайней мере понимание куда я хочу пойти здесь я не вижу пока еще движение по энергии но уже присутствует вот это вот уверенность что знаете как человек после болезни который окреп выздоровел окреп и готов двигаться дальше но он пока еще сидит не знаю почему не пишу слова на пассажок давай выпьем на пассажок то есть перед дорогой вы что то здесь такое либо когда перед отъездом да люди садятся давай посидим не знаю вот это вот примета то есть на дорогу посидеть в тишине ничего не говорить у меня такое ощущение что это примета была сделана для того чтобы человек как будто бы знаете в тишине сконцентрировался на себе и задался с новым вопросом а стоит мне идти в эту дорогу или нет то есть знаете какой то вот проверочный этап здесь вот такой именно момент я уверенный я готов к бою но я еще не рвусь в этот бой но у меня уже есть готовность я уже такой знаете внутренней суб внутренней уверенностью и со стержнем человек я не знаю что будет дальше но пока вы уже не трусливая затишка вы уже такой достаточно уверенный человек что касается денег что касается денег и каких-то ваших ценностей да то во что вы готовы вкладываться то что вы готовы отдавать миру здесь я могу сказать что вы готовы передавать опыт да вы готовы отдавать знаете делиться своей энергетикой вы готовы делиться своими эмоциями но на позицию денег выпала это такая знаете достаточно эмоциональная карта не педапливая а вот именно эмоциональная десятка кубков говорящая о некой такой знаете внутренней наполненности то есть есть уже готовность взаимодействовать да я уже как вот именно здоровый человек поэтому сказать что здесь есть деньги либо нет но здесь очень важно что у вас есть настрой на дополнение вышел лакан солнца говорящий о том что да велика вероятность денег потому что все-таки солнце это карта удачи карта счастья из десятка кубков то есть знаете хочется сказать если у вас деньги я счастливый человек вот здесь какой такой ответ я не могу сказать что есть у вас деньги или нет здесь мне почему-то показывает ваше состояние радости ваше состояние счастья наполненности быть может для вас это как ценность намного важнее значимее чем финансы как таковые поэтому сказать что здесь есть деньги или нет я не могу но велика вероятность что деньги к вам придут именно в большой сумме и это наполнит вас то есть здесь как будто бы не деньги от работы а здесь деньги не знаю как подарки какие-то как какая-то вот удача может быть да да я не знаю может быть кто-то в лотерею выиграет что-то здесь давайте будет вас наполнять праздник да может быть наоборот вы будете деньги как будто бы тратить я не знаю там кто-то на свадьбу кто-то на какие-то праздники на рождение детей может быть кто то получит эти вот обмывать будете диплом какой-то до кто-то здесь совершение работы и обмывать диплом будем либо покупка дома что-то здесь такое что вы знаете вот радость радость праздник какой-то люди танцуют люди празднуют причем завершение от чего-то какого то момента это радость может ли кого-то там развод наконец-таки кто-то получит и будет радость такой момент уже может быть если для вас это актуально поэтому по деньгам вы счастливый человек человек что касается ваших мыслей до коммуникации общения с внешним миром то здесь я бы сказала что вы не будете очень активничать так как-то вот взаимодействие вы больше находитесь в такой медитативные позиции да я покопаюсь в себе причем даже не столь я делаю раскопки сколько здесь я ничего не хочу менять я бы так сказала знаете вот все как будто бы нагроможденно внутри вот комната такая очень много разных вещей как кладовая что ли кладовка как склад какой-то и вот вы сидите на этой груди вещей но вам хорошо понимаете вам спокойно я не хочу от чего-то либо отказываться мне как будто бы все это нужно знаете есть такие люди которые идут идут например по улице нашли какой-то гвоздик и в дом тащит зачем тебе этот гвоздик мне пригодится для чего не знаю но мне пригодится и вот здесь что-то такое будет знаете как будто бы людям с одной стороны здесь есть ощущение того что вот нужно было разгрести этот завал но и не знаю может быть если в прямом смысле надо разгрести там с какими-то документами до какой-то завал может быть в гаджетах убрать удалить почистить убраться на такое тоже может быть может быть среди людей но здесь такое ощущение что я пока не хочу ну то есть меня все устраивает да я в курсе здесь нету того что вот вы закрыты глаза у вас вы не понимаете не видеть нет вы все в курсе но пока я не готов я медитирую оставьте меня в покое я здесь сижу на каком-то непонятном железном предмете здесь и шины и лестницы на изображены на карте и телевизор валяется и колеса и все что угодно вот и вокруг цветут нарциссы прекрасно такой знаете для меня важен я поэтому в коммуникации больше акцент вы будете делать на своем спокойствие на том что вы привыкли сказать что у вас будет какие-то новые идеи нет но вас будет все устраивает вам будет нравиться на некомфортно неудобно в общении но менять вы пока ничего не планируете что касается дома дел каких-то домашних то здесь будет какое-то примирение да если кто-то с кем-то поссорился в доме то будет примирением будет по крайней мере желание как-то наладить общение коммуникацию если здесь вы поссорились там с мамой то да будет такое желание знаете вы как-то прочистить прояснить обстановку будет желание помириться в той местности где вы живете сейчас начнутся дожди апрель будет такой достаточно дождливый если не дождливый то как минимум пасмурный погода такая очень редко будет солнце если она будет выходить то вы будете радоваться прям знаете такое ощущение что человек прямо под лучи солнца так ставит свое лицо чтобы согреться здесь почему то вот очень холодно в той местности где вы живете прямо холодно холодно не знаю почему меня так у пошел снег прям холод но при этом много света я edina как может быть пасмурная и много света может быть держите где-нибудь там на севере где есть белые ночи возможно но вот мне здесь показывает очень много света но при этом пасмурно когда солнце выходит это вот как будто бы редкость но она вас очень сильно радует дальше что касается ваших эмоций то здесь наконец-таки будет такое знаете состояние я хочу примириться вот здесь вот очень много двоек и четверок выпадает до говорящая стабильности о примирении о соединении по эмоциям да будет такое знаете желание я хочу каких-то изменений шли то есть изменение внутри себя я наконец-таки хочу чтобы мне было спокойно на душе да что вот как-то сам собой договориться с чем связано но те конфликты где-то вы сами собой ругаетесь из-за каких-то страхов да может быть сами себя осуждаете за свои страхи что то почему я такое возможно там трусишка как я говорила самом начале до трусишка зайка серенький где-то вам это не нравится да но здесь вот как будто будет по крайней мере желание примириться примириться с самим собой да как то знаете как она называется укротить свои животные инстинкты стать более храбрым вот для вас важно стать храбрым человеком здесь вот и не вы не случайно слабливаете общей энергии до вот этой вот уверенности какой-то храбрости видимо будет вас такие моменты когда вас будет накатывать эта энергия храбрости и вот вы будете прямо говорится чувствовать себя на коне и потом вам понравится это и вы будете стремиться к этому состоянию да это вот позитив уверенность хорошие здесь такие моменты что касается работы профессиональной сферы то здесь выводят шестерка жезла на здесь возможно либо вы обратитесь за какой-то помощью к специалисту это может касаться вашего здоровья но ваше здоровье она не будет связана с какими-то проблемами а здесь скорее всего больше будет связано импульс сердцем не знаю может быть кому-то нужно будет обратиться каким-то моментом сердце там давление вот что-то связанное сердцем с импульсом такой момент а что касается здоровья то здесь по крайней мере вы захотите у вас появится желание как-то двигаться дальше двигаться дальше здесь вы одерживаете победу на знаете одерживаете победу над своей какой-то инфантильностью на своим каким-то детским поведением когда ну не было никакого развития то есть вы зависали в отшельнике и сейчас вот в апреле месяце да вы как будто бы знаете захотите то есть наконец-таки определитесь куда вам двигаться до что вам дальше делать как взаимодействовать с миром на то что вас как-то наполняет либо где-то вы переживаете на этот счет но здесь вот у меня по ощущениям двойственная такая энергия будет никогда бы да все я готов все я пошел что-то делать как-то работать а бывает будет никогда как-то опять-таки все равно будете возвращаться к старым своим сценариям сомнениям как-то неуверенности где-то будет желание да я хочу помочь я хочу вложиться я хочу что-то сделать для другого человека для мира для работы но будут и такие моменты когда как-то знаете вот хочется сказать на сленге да как-то стремно страшно здесь даже не страшно вот как-то стремно давно где не было такого что опять нас чешется что за дела так как за карты брусь нос чешется здесь знаете какое ощущение как говорится глаза боятся руки делают и интересный момент у меня такое чувство что когда только вы начинаете что-то делать вот если вас не спугнет никто своим каким-то негативом да либо какими-то своими словами которые вас не будут мотивировать а противоположной мотивации демотивировать то здесь бы все хорошо знаете это как человек вышел на марафон вот если вы никто ничего не говорит а наоборот и гигей все побежали и вот вы бежите бежите главное в этом момент что вам никто не сказал что а зачем ты бежишь что-то делаешь вот какие-то такие придет то что если вы скажете вы его сразу как-то вот поникли эмоционально поникли и да ты прав мне не надо в моем возрасте а вот когда вот вам вот такое вот не говорят по крайней мере мешать не препятствует вы хорошо так это бодренько двигайтесь к своей цели что касается вашего партнерства то здесь все будет достаточно хорошо стабильно да здесь есть забота внимание да здесь будет развитие если у вас есть партнерства независимо там личные либо профессионально то она будет развиваться да здесь будет хорошо здесь все будет хорошо здесь понимаете вы как будто бы боитесь сами своих способностей вы боитесь сами своих каких-то возможностей и вы не верите что такое может быть знаете так иногда что-то сделали сказали она случилась в гоф сами удивились то есть это я сказал то есть и я провозгласил я манифицировал что-то во вселенную в мир и мне мир это вернуло вы так о это у меня сработало здесь что-то такое вы пугаете сами себя своей собственной силой свои собственных возможностей но здесь партнерстве все будет хорошо что касается денег со стороны третьих лиц либо то что связано с вашей сексуальной жизнью то здесь все будет так достаточно хорошо то есть вам будет нравиться вас это все будет по крайней мере удовлетворять я не могу сказать что по финансам у третьих лиц здесь будет какие-то изменения нет здесь вы как будто бы будете больше третьи лица здесь скорее всего если вы женщина то будете получать деньги от мужчины либо это ваш муж либо это ваш отец то есть здесь деньги будут приходить от близкого вам мужчины но по крайней мере вот в тех размерах которым вам комфортно приятно я не вижу чтобы здесь деньгах было какое-то развитие но есть развитие и рост как раз таки с вашем образовании да то что вы чему-то учились вы сейчас как будто бы совершаете первые шаги на на этом поприще либо если вы хотите чему-то научиться до какому-то ревеслу какому-то мастерству то есть то что связано именно с руками туда не ментально именно с руками с физическим планом как-то взаимодействовать туда здесь вот прям найти целительство травничество чем-то ориентирование если кто хочет пойти на ориентирование на местности я не знаю как это что это такое как-то знаете вот как в походы ходишь да и люди ориентируют у меня так ориентируется по карте по местности что-то здесь такое не знаю кому что здесь хочется здесь это хорошо пойдет если есть будут какие-то новые идеи новые предложения такие достаточно как это осязаемые позитивные страшно будет страшно будет что я могу потерять на этом обучение деньги но здесь вам говорят о том что не бойтесь не бойтесь двигайтесь дальше да вот здесь что-то такое интересное у вас будет потом напишите мне в конце апреля касательно вашего обучения куда вы либо пойдете учиться либо что-то новое начнете делать из того что вы научились такие знаете робкие робкие шаги чем не идут здесь травники я не могу понять здесь мне идет лес то ли вы живете где-то там в лесу алтай рядом с лесом рядом с лесопарком здесь зелени вы почему-то там ориентируетесь кто-то грибы собирает ягоды собирает могу понять что-то здесь зеленью да причем вот срывает срывает срезают заговаривают причем знаете когда вот вы кто-то срезает вы не рвете нет вы именно режете потому что больно когда растение рвете здесь почему-то вы срезаете и пришептываете что-то интересный момент что касается ваших целей да они будут с одной стороны завершаться да вы будете доводить дело до конца если для кого-то это важно с другой стороны вот новые возможности открываться ваших целях до рука помощи вам будет протянута вы ее сможете увидеть и вы будете очень и очень благодарны за это да то есть вам это будет очень нравится что касается социума либо ваших друзей то они вот на вас будет смотреть как на человека который идет как будто бы не туда это вы глазах а ваши глазах вы идете по зову сердца по зову сердца по зову перемен вам как будто бы и особо и не нужно какое-то общение здесь знаете как этот гербарий гербарий что с этим гербарием не знаю сейчас наше время кто-нибудь марки собирает потому что не показывает какой-то этот филателист который собирает марки либо какие-то гербарий я не знаю здесь вот вы увлеклись ботаникой что ли увлеклись люди здесь не ягоды нет здесь что это такое не могу понять бабочки бабочки какие-то жучки стрекозы не знаю может кто-то в музей какой-то ботанический хуй но однозначно вы как будто бы здесь будете увлечены чем-то своим и вам будет не до других людей не для не до общения социумом либо люди вас так видят социум что вы человек который в своем каком-то мирке живете но причем знаете вы не не угрюмые вы как вот вам очень интересно то чем вы заняты чужие тут заняты а вы заняты вы сказать земледелием да вы заняты каким-то вот плодородием коровы доить не знаю почему у меня здесь так идет здесь какие-то образы у меня по двойкам сегодня непонятно и вы заняты каким-то вот хочешь сказать земледелием да то есть какими-то земными делами но которые приносят вам удовольствие знаете вот вы очень сильно включены в какой-то процесс очень интересный процесс зарабатывание денег то ли как какими-то там я не знаю заговорами заговорами с хорошей точки зрения да как-то вот приговаривают то что нашепчивает но здесь как будто вы целители проходит поэтому вот это вот нашептывание оно присутствует вы так удивительно живете да как-то вы общаетесь с вот мир для вас он живой если вам непонятны люди вам все равно но мир для вас оживают вы вышла с ветром поговорить с цветочками с водой подружиться вот какая-то здесь такая энергия весенние очень классная очень здоровская вы как будто бы вспомните это это будет очень важно для вас не знаю почему что это за этап такой но вот вам как будто бы себя вспомнили что ли заново родились проснулись что произошло я не знаю хорошо какие сценарии на какие сценарии вам нужно обратить внимание да здесь как обычно на то что вы накручиваете в апреле месяце вы будете прорабатывать свои страхи вам нужно будет исцелиться исцелиться знаете от того состояния когда вы накручиваете что-то придумываете до того чего нету вот в апреле месяце вам с этим нужно будет работать не со страхами как таковыми а с теми сценариями которые вы придумываете к чему вы должны прийти посмотрите какая красивая карта аркан умеренности до девушка вообще здесь изображено классно так стоит вот в этой воде что-то здесь бабочки такие красные и вот она наслаждается и там вдали за ней наблюдает мужчина на то есть люди будут наблюдать за тем как вы придете вот к этому знаете исцелению здесь прям водопад и вот вы окунулись в эти свежие воды очищение здесь идет очищение омовения ну может быть пасха и вот вот это великий пост то упустится да для кого это важно вот этот момент перерождение может быть тоже как-то влияет вот здесь очищение да именно состояние состояние наслаждения наконец-таки я сводил свою голову на колец я перестал себя накручивать либо перестала наконец-таки я уже не придумываю себе того чего нет такая у меня была и вторая позиция буду ждать вашей обратной связи если вы вспомните пожалуйста в конце апреля как отыгралась мне будет интересно так как говорится не забывайте меня мне просто интересно как карта отыгрывается потому что я говорил что не очень люблю прогностику но все же мы с вами переходим позиции номер три зелененькому камешку тройки давайте посмотрим вас сегодня такой интересный расклад у нас посмотрим что вас ожидает в апреле месяце и секунды выложу сначала карты где-то в начале расклада я выложу в заметках или подсказка как они правильно называются где-то там верхнем углу с одной из сторон ссылку на либо на энергии весны либо на прогноз на 22 год не пропустите так 233 аркана выпадает на апрель великих ну давайте смотреть общая энергия апреля знаете что-то такое новое новое новые предложения коммуникация общение зарождение чего-то такого нового интерес как минимум появляется импульс желанием какие-то идеи амбиции действительно здесь как будто вы троечки вы пробуждаетесь здесь вы по справедливости берете все вы сейчас к я всю инициативу своей жизни в свои руки здесь как будто бы вы одерживаете победу то ли над своими страхами то ли над своими пороками то ли над своими над каким-то врагом на в этой колоде николета школе да здесь девочка убивает дракона олицетворение дракон как чего-то такого негативного либо какие-то свои инстинкты но здесь появляется знаете желание и это на самом деле здорово то есть появляется хоть какой-то импульс к дальнейшему продвижению да здесь может быть весна еще и поэтому желание желание двигаться дальше но знаете мне такое ощущение что вы пока еще не видите куда то есть вас нету понимания но уже внутри себя есть ощущение того что есть энергия импульс на дальнейшее продвижение но пока вы не видите куда то есть я иду даже не на ощупь а как будто бы интуитивно знаете как слепые ходят не с палочкой прощупывая перед собой пространство а вы как будто бы закрытыми глазами и прощупываете каким-то своим внутренним взором какой-то своей внутренней интуиции куда вам нужно идти это как будто бы вы идете на 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 звуки только звуки вы их слышите не ушами а вот как будто бы своим внутренним как интуиции на что-то вам говорит куда вам нужно свернуть как вам нужно идти то есть вы еще как будто вы не понимаете перед вами есть вот это вот темнота хаос не не понимание не видение нету ясности нету четкости но вы уже двигаетесь из-за того что вы не видите вы двигаетесь медленно но это нормально это нормально потому что ну хоть что-то сдвинется с мертвой точки что касается ваших финансов здесь будет здесь будет страхи страхи знаете еще такой интересный момент как будто бы колокольчик что-то колокольчик как будто вы знаете здесь кто-то позвони позвонил в колокольчик там где-то и вот вы как будто вы идете на звон смотрите а там ничего нету какой-то звон это знаете как как символ где есть деньги вроде бы вы идете получили какую-то информацию где есть деньги вы идете на эту информацию а там ее вдруг нету но такое ощущение что знаете вот не то чтобы с вами как-то играют а вот этот колокольчик вот этот звон который вы слышите да какой-то зов нет это не зов это звон такой знаете вот маленький тоненький колокольчик небольшой здесь маленький и вот вы как будто бы ища в темноте вот эти вот звуки движетесь на них но не понимаете что вот вас куда-то ведут что это не случайно и из-за того что вы не совсем понимаете да здесь под касательно финансов и вашей ценности здесь будут очень много страхов очень много сомнений это как есть такая игра до где много много дырочек и вот периодически из разных дырочек до вылазит какая-то игрушка не знаю либо мышка либо кошкой вот ты смотришь что там тут там тут там вот что-то здесь такое очень много страхов очень много туманности непонимания неопределенности но я не вижу чтобы вы как-то что-то делали в деньгах да здесь нету каких-то действий понимаете то есть сказать что у вас есть деньги нет здесь я не вижу здесь я вижу что вы как будто бы бездействуете почему потому что есть ощущение того что я переросла того момента в котором я находилась до этого но я пока еще не готова выйти то есть что то что меня ограничивает мне уже некомфортно но я я пока не готов двигаться дальше у вас пока вы еще для себя не определили здесь причина с финансами заключается то что я не не понимаю куда мне двигаться да то есть к чему мне идти да там где я я сейчас мне тесно мне уже неудобно но я не выйду из этого пространства потому что я еще не понимаю куда мне двигаться поэтому я я вроде бы и не стою на одном месте да здесь нельзя сказать что-то и вообще ничего не делаете но вы делаете уже в рамках того что вам известно да вот как-то на автомате вы уже привыкли к этому но где-то внутри вас вы чувствуете что вот в любой момент эти вот как будто бы я выпрыгнул и все побегу я буду свободен вот вы уже на готове к этому прыжку чтобы выпрыгнуть поэтому что касается денег а больше здесь страхов переживаний волнений неопределенности но денег как таковых я не вижу есть знаете ощущение некой готовности идти к этим деньгам готовность куда-то бежать до что-то делать то есть я готов уже что-то делать ради своих здесь свои финансовой подушки какой-то вот безопасности ради денег я что-то уже готов делать что касается ваших мыслей какого коммуникации общения то здесь очень много какого-то внутреннего анализа да вы отстранены от людей но так интересно что вы как будто погружены в какие-то свои мысли в какой-то свой анализ сфокусированы сконцентрированы на чем-то что для вас важно вы это думаете да вырабатываете некую такую стратегию а вот люди вас видят как раз таки как человека вот из-за ваших холодности в плане ума интеллекта люди как будто бы вас видят неким таким манипулятором но и с другой стороны человеком испуганным то есть как будто вы знаете как защитный механизм я буду манипулировать другими людьми вот так вот вас видят людям вы вроде бы отстранены да то есть я не подпускаю к себе как это знаете держу собака на привязи и которые будут отгонять чужаков но это связано с тем что вот я просто боюсь да вот я как будто бы вы транслируете этот страх перед другими людьми вы все время насторожены так вас видят так вас воспринимают люди в апреле месяце почему потому что вот вы как будто вы знаете себя полностью не приняли почему потому что еще не совсем понимаете себя все свои грани насколько вы многогранны здесь еще нету вот исходит продолжает по тройкам чтобы мне тройки не говорили продолжает исходить от вас какая-то агрессия не обязательно что вы там всем хамить и там кричить и ругать нет но агрессия выходит в плане того что ну вот люди и так вас боятся вот вас боятся люди боятся что вы как-то можете ранить словом но при этом они понимают что вы так поступаете только потому что вам страшно чего вы боитесь я не знаю но вот в апреле будет такое ощущение что эти таковой бывает момент когда вы сфокусированы на чем-то дело занимается своим делом и кто-то вас начинает отвлекать и вот вы начинаете нервничать и человек как будто бы попадает все время под горячую руку ну то есть не вовремя к вам обращается и вот вы как будто бы огрызаетесь вас это раздражает потому что вас отвлекает и вот здесь вот примерно что-то такое и поскольку это происходит очень часто вот создается впечатление о вас такого человека который не готов коммуницировать человек который как-то вот сфокусирована на чем-то своем и ему не интересен сейчас на данный момент мир и люди вот как-то социум но на самом деле здесь что-то происходит внутри вас такое вот достаточно глубокое и вы как будто бы озадачены понимаете чем-то и поэтому вам действительно нету дела до других людей я говорю за апрель месяц но у вас будет рождаться какие-то идеи вы их будете обдумывать как выйти из сложившейся ситуации которая но у вас уже немножечко достала до хочется какого-то вот внутреннего успокоения внутренней гармонии равновесия хочется чтобы на душе вот был знаете вот как-то мир как-то хочу я уже успокоиться я я устала и здесь как будто бы устали сами от себя от своих каких-то мыслей а мысли у вас эти находится они связаны с деньгами ну то есть вы не можете как-то решить какие-то проблемы связанные с деньгами вот вас это достает и вот вы думаете думаете как решить эту задачу и вам поэтому дело не до людей а люди как будто бы видят вас таким серьезным может быть какие-то момента мрачным и они хотят вам помочь и вытащить вас из этого состояния переключить вас а вы этого не хотите вот здесь вот вот это вот не состыковочка да она порождает то что вы где-то становитесь достаточно жесткими что касается ваш вообще вас много двоек до много двоек здесь это вот неуверенность как будто бы что-то новое прощупываете в своей жизни что касается вашего дома да вот все все вместе какая-то каша мало все вместе какой-то хаос в голове непонятно тут надо как будто бы бытовые вопросы решать и и духовные и финансовые и все вместе как говорится голова идет кругом и нету понимания за что у вас хватиться знаете вот это как обычный женский день до идешь голову мыть заходишь в ванну и видя что и ванну надо помыть и раку на нам помыть и унитаз помыть это делаешь это и в конечном итоге начинаешь убираться не забыл вообще зачем ты пошел в ванну здесь что-то такое за одним идете и там еще то есть пошел на кухню со стаканом с водой увидела то посуды посуду помыть еще надо печку и шкафу прибраться вот что-то такое и вот этот вот быт он вам кружит голову и это связано с тем что вас нету внутреннего спокойствия поэтому любые дела они вам кажутся сейчас такими огромными потому что нету на это силы потому что много сил занимает вас мысли а мысли они здесь напрямую связаны с по крайней мере пока с финансовым аспектом а что еще что еще и знаю когда сажает картошку но вот у меня такое ощущение что если кто-то работает в огороде вот сейчас как раз ки в апреле будет очень много работы почему-то землей да с огородом что-то посадить не знаю почему картошка пришла голову вот ну что-то прополоть что-то посадить вот это будет занимать много времени работа на свежем воздухе но это хорошо что касается эмоций вот здесь даже личные отношения выпадает верховные жрицы говорящие о том что эмоции апреля они будут такие достаточно заморожены вообще вот веет от этой позиции холодом холодом и усталостью но в этом есть свой плюс до плюс заключается в том что все меняется и эта ситуация она тоже изменится и вот как будто бы вам этот период нужен нужен для того чтобы что-то изменилось и здесь вот все что связано с эмоциями да будет какой-то затишье вы как будто бы сейчас не позволяете себе там не любви не теплоты не внимания то есть этот вот пока это не совсем актуальная сфера сфера любви сфера эмоций пока здесь ну вот и луна и верховная жрица выпадает тайна покрытая мраком причем очень сильным мраком вы далеко далеко в дальний шкаф отложили все свои эмоции свою любовь свои переживания свои чувства сейчас не время да есть более значимые вещи над которыми вы хотели бы сейчас поработать и решить то есть сейчас темный лес темный лес не для начала то есть ну нету нету наполненности эмоциональной пока она вам не нужна вы в другой сфере делаете акцент в апреле месяце что касается здоровья и профессиональной сферы здесь смотрите чтобы не было по здоровью чтобы не было каких-то простуд ветров почему-то здесь мне ощущение того что вы знаете не простудится ветер да где-то сквозняк где-то какой-то ветер не может быть открыли ну чуть потеплела открыли проветрить комнату где-то на сквозняке что-то схватили либо холод холод ветер вот что-то такое откуда дует не могу понять кого-то форточка что ли вот будьте внимательны касательно здоровья и нервной системы вот здесь нервы они на пределе не знаю может быть какие-нибудь травки вам попить отвары что-то такое вот успокаивающее здесь вы даже знаете предпочитаете больше как будто бы спать как побег от того что сейчас происходит а что вот как-то отдохнуть я хочу отдохнуть но и сны у вас они какие-то такие холодные не чтобы они темные были нет но они какие-то вот достаточно такие холодные не согревающие ладно не суть что касается финансовой нефина профессиональной сферы что-то здесь как-то не очень хорошо да вот в работе тоже как будто бы у вас не очень хорошо есть люди которые вам как будто бы льстят да но понимаете здесь просто показывают даже не ситуацию а ваше какое-то эмоциональное настроение когда даже если вы работаете на наемной работе вам не хочется туда ходить я не могу описать ваше состояние с точностью потому что здесь знаете когда люди устают говорят надо просто лечь отдохнуть поспать выспешутся и все нормально а здесь вам это не помогает здесь какая-то вот хроническая усталость я не могу понять это усталость моральная либо эмоциональная либо физическая либо здесь вообще все вместе здесь такое ощущение что вы дошли до какой-то кондиции что вот просто только взорваться вот вам надо взорваться и все потому что здесь нету даже каких-то решений того что вообще может произойти все на пределе вот прям все на пределе усталость усталость дикая усталость поэтому и на работу вы ходите потому что ну нужно нужно причем вы даже сами себя как-то мотивирует ну давай давай то есть я не хочу но надо да у нас там есть может быть какие-то долги может быть какие-то обязательства может что-то это вы себя знаете вот силком силком вот здесь какое-то знаете самостоятельное какое-то вот как будто бы насилие да вы насильно себя заставляете что-то делать что вам не хочется но здесь вот прям на пределе на пределе своих физических сил вы находитесь вот прям знаете изнашиваете себя если честно мне иногда достаточно страшно говорить то что я вижу это так в кавычках отступления почему потому что иногда я читаю комментарии да и вот мне говорят о том что почему вы видите там я не знаю как то вот все негативно говорите да неужели нельзя сказать по-другому понимаете когда ты видишь такие холодные карты мечовые куда не глянь то наверное не совсем-то и от оролога зависит как как я могу позитивно рассматривать ну такие достаточно негативные карты я бы с огромным удовольствием хотела бы вам сказать что-то такое позитивное тем более что я по своей натуре ты человек достаточно позитивный но энергетика сейчас такая еще расскажу в этом то есть весь позитив что знаете когда вы падаете на самое дно а иногда нам нужно упасть на самое дно для того чтобы понять весь этот негатив оттолкнуться и сказать что все больше так я не хочу и начинать всплывать вот скорее всего что-то такое в апреле будет но здесь я даже не знаю как выбрать для вас слова так очень культурно тактично чтобы никого не обидеть чтобы никого ранить я всегда говорю мне нет ничего личного да но я не могу выбирать такие слова чтобы вас как-то поддержать и тогда это будет вот прям но не совсем про то что я вижу я вижу здесь очень много трудностей я не вижу слез я не вижу боли я я я вижу человека который знаете затянул пояс и работает вкалывает 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 как метод какого-то знаете самонаказания вот я не у меня нету денег я не самодостаточный у меня это не получается вот вы как будто бы сами себя наказываете я не знаю как вам это прочитать по-другому как рассказать так достаточно мягко здесь будет именно такой аспект ладно давайте смотрим что у вас будет в партнерстве ну вообще знаете и в партнерстве такое вот ощущение что вы хотите вот общая энергетика до апреля хочу все бросить и уйти вот плюнуть на все махнуть рукой искать да пошли вы все знаете причем с таким удовольствием бросить все и уйти вот это вот общая такая энергия сбежать сбежать я я хочу нового мира я хочу по крайней мере здесь уже вот это вот желание она настолько у вас накипела что рано или поздно вообще март апрель в этом году это самые такие сложные месяцы этого года лета она будет более таким спокойным потому что очень серьезные с точки зрения астрологии перемены изменения идут планетарный планета что ну вот вас как будто бы это очень сильно цепляет именно троечек но здесь желание того что я хочу я хочу все бросить я хочу уйти я хочу начать заново и в этом то есть плюс что у вас есть по крайней мере это желание и она она вас выведет она вас выведет туда куда нужно что касается финансов связанных с третьими лицами то есть если вы взяли если здесь есть какая-то ипотека да либо какие-то долги то здесь полное как будто бы смирение я смирился с той ситуации которой есть я просто зарабатываю и отдаю деньги зарабатываю отдаю деньги но при этом есть где-то может быть осуждайте себя за какой-то свой поступок что поступил как-то знаете вот как дурачок может быть кого-то действительно здесь ну развели на деньги может быть здесь какой-то вот обман был но однозначно то что связано с деньгами от третьих лиц здесь есть желание что вот все хочу начать сначала все хочу исправить все хочу сделать по-другому не так как раньше то здесь есть уже готовность и осознание понимания что где-то что-то поступил не так что-то сделал не так хочу отрезать хочу убрать хочу исправить вот здесь вот такая энергия что касается вашего развития что касается обучения какого каких-то планирования дано будущее вот здесь вот наверное самая такая позитивная карта выпадает говорящий о том что есть какой-то шанс да есть какой-то шанс какие-то новые предложения новые возможности связанные как раз таки с обучением с тем как выйти из того застоя в котором вы находились как что-то изменить да как-то изменить свое мировоззрение изменить свои взгляды да то здесь будет какие-то новые возможности которые помогут вам как-то знаете вот успокоиться то есть через образование через новые какие-то знания новое видение новые из на какие-то новые понятия вот там вон там у вас находится ваше как-то ну ваше светлое окно да там находится вот ваша поддержка ваша помощь что касается ваших целей в апреле месяце сможете ли вы их достичь или нет я бы сказала что в апреле вы как будто бы здесь пересмотрите свои цели почему потому что будет изменение вашего мира восприятия вот скорее всего через эти новые шансы в плане развития обучения что поможет вам изменить ваше мировосприятие вот как раз у вас будет перемены вашем сознание и если здесь произойдут какие-то изменения они будут очень важны то многое что в будущем может стать иначе вы сможете как будто бы излечить вот свое сердце то есть здесь как решение что вам нужно сделать чтобы достичь тех целей которые вы себе ставите здесь надо эмоциональные какие-то травмы излечить эти эмоциональные травмы здесь даже не сердцем связано с тем что вот ваши программы вот это вот боль постоянная да которая присутствует вашей жизни она вам уже знаете вы настолько с ней свыкли что она уже не приносит вам эмоционально какой-то боли здесь вот как знаете как это правильно сказать боль такая тупая до что вот но и бывает что-то такое вот ноет но это уже на это не обращаешь внимание тоже как будто будут свыкся с этим вот здесь вот то что у вас происходит сейчас вы настолько свыклись и вот если вы это не измените если в вашем сознании не произойдут какие-то изменения то дальше ситуация она будет только усугубляться а здесь вам нужно изменить вот это вот отношения то есть почему вы как будто бы знаете вот смирились с этими трудностями сложностями вот вот этого не нужно делать да наоборот нужно как-то здесь даже не бороться а выйти из этого состояния здесь понимаете из-за того что у вас есть какая-то вот моральная уже усталость вам уже как-то знаете вот все безразлично вот это вот апатия нехорошие как будто бы знаете вот вы махнули на себя рукой и вот в этом месяце в апреле как разки вам будет дана возможно что вы пересмотрели вот этот вот ваш подход то есть точно сказать что все ваши беды они связаны с тем что вы перестали бороться вы перестали бороться за себя перестали бороться за свое счастливое завтра у меня такое чувство что все что с вами произошло и это происходит последние два года здесь как будто бы вот чувство знаете когда очень много трудностей сложности в жизни человека понимая что душа сама выбирает такой путь она не выбирает страдать она выбирает как раз таки именно вот эту роль страдальца изменить что-то сделать по-другому и когда мы смиряемся что ну вот такая вот у меня доля да такая вот у меня судьба тогда мы так и живем вот в таком не очень позитивном ключе если предположить что ваша жизненная позиция это как некая такая мелодия а мелодия состоит из нот то любая нота в зависимости от того как говорил платон в каком ключе она проигрывается она имеет такое значение то есть если она проигрывается высокой тональности то каждая нота она и звучит высоко вибрационно если она проигрывается низкая какой-то тональности да то она звучит низко вибрационно и решение и вопрос не в самой ноте а в ключе до музыкальной грамоте как написано как в каком ключе будет звучать эта нота так вот этот вот ключ это и есть вы то есть вы выбираете в какой тональности вы будете звучать сейчас на данный момент как я вижу ваше эмоциональное состояние она такое достаточно негативное она упадческая вы устали это человеческое это можно понять но если ваша душа выбрала такие моменты очень серьезные значит она верила в то что она с этим справится она верила в то что любую негативную ситуацию я смогу перевернуть и рассматривать ее в позитивном ключе и вот здесь понимаете то что я вам сейчас говорю это не слова поддержки а это вот слова ваше достижение цели это и аэрофант это аркан смерти и пятерка пендакли духовные вот этой вот нищеты здесь говорится о том что у вас идет очень серьезная такая проверка троечки и вы должны с этим справиться потому что это ваш путь вы должны справиться и увидеть вот в этом негативе что если вы его преодолеете вы станете сильнее это нужно вашей душе это ваш путь ваша душа выбрала если она выбрала значит вы с этим обязательно справитесь и как сложно бы вам не было как трудно бы вам не было вам нужно самостоятельно найти силы вытаскивать вас из этой ситуации вы устали я это понимаю это очень сложно потому что это не день и два и не год это длится очень долго но вы это можете вот вы это можете если бы это был кто-то другой он бы не справился возможно вашей ситуации вы с этим сможете справиться и апрель месяц он дает вам эту возможность увидеть какие-то свои вот эти вот сценарии того как вы знаете как как-то постепенно смирились но это негативном ключе то есть я сдался а вы победители вам нужно победить себя не кого-то победить самого себя победить вот эти трудности и как бы так сказать то научиться невзирая на сложные ситуации вибрировать на высоких нотах это ваш путь такой знаете очищение не знаю представьте что у вас есть какие-то долги прошлых воплощений и вот именно в этом воплощении как будто бы они собрались вместе вы должны выплатить то что вы задолжали там миру другим людям не знаю и вот они все разом пришли к вам там не знает там 50 100 человек и все платят свой долг и вы понимаете чтобы платить то нечем но только вы способны это сделать вы способны найти те методы и те способы не падает духом психологически разрешить все эти задачи и у вас получится и получится только тогда когда вы научитесь успокаиваться у вас нету ничего в жизни кроме вашего внутреннего состояния и вы должны научиться быть спокойном состоянии сложности это знаете как при каком-то урагане до либо тифон когда вот тайфун начинает вокруг вас закручиваться и только внутри самого этого тайфуна тихо и спокойно а вокруг может брать там я не знаю как смерча эти проходят там дома животные все подряд начинает закручивать а внутри тихо вот ваша задача научиться быть вот в этом состоянии потому что вот этот смерч да вот этот вот тайфун он пройдет он обязательно пройдет но если вы будете крутиться вместе с этим тайфуном и не будете находить состояние спокойствие вас это вымотает то есть вы каких-то моментов избежать не можете но вы можете научиться быть более спокойном состоянии для того чтобы проживать это все и вот ваш урок то есть то что я вам говорю это не не то чтобы это мои какие-то пожелания да либо какие-то там лекции советы как мне иногда пишут нет это то что говорят карты я просто стараюсь вам донести эту информацию более понятным языком сценарий ваш на апрель месяц это как раз таки двойка мечей да вот кто не видел это колоду николета чиколи здесь вот девушка идет от одного дома к другому да и она как-то это называют уже забыла как акробат и до старается найти баланс чтобы не упасть но она к этому готова потому что у нее здесь платье одеты волосы собраны то есть она готова была к этому моменту до чтобы сбалансированно перейти от одного пространства от одного дома к другому вот вы сейчас в апреле месяце будете находиться именно в таком состоянии вот это вот ваш сценарий найти баланс найти эту внутреннюю гармонию чтобы вас не мотала вот в этом тайфоне чтобы находились в состоянии спокойствия чтобы вы не обращали внимание на тех кто за вами наблюдает в виде каких-то трудностей сложности а четко и спокойно шли к своей цели да трудно да сложно но если такой сложный путь значит и то что вы получите в конце этого пути она того стоит и она не будет там стоимостью 5 копеек она будет иметь намного большую ценность то есть чем труднее чем сложнее путь тем большая значимость и ценность ожидает вас конце пути слушайте свою интуицию свой внутренний голос чтобы слушать его чтобы вам нужно быть в спокойствии то есть он вам покажет там есть решение но когда вы включаетесь в эмоции это выбега выбивает вас из равновесия вы не слышите себя и таким образом вы не становитесь хозяином своей жизни вы становитесь заложником судьбы то есть куда вас судьба поведет туда вы идете вы не в состоянии принимать здравое решение потому что у вас есть эмоции а эмоции потому что вымотала вас вся эта ситуация от тех переживаний опять таки а тех эмоций которые вы проживаете здесь нужно научиться самостоятельно себя успокаивать апрель он еще расскажу тройки вы не простые люди и путь у вас не простой достаточно сложный но если бы вы не были способны к этому пути вам бы этот путь не отдавался и общая энергия апреля говорит о том что вы любые трудности преодолеете при условии того если вы будете находиться спокойном состоянии не в холодности я замерз моё сердце замерзло нет а именно находиться в спокойном состоянии в балансе и знаете вот в каком-то таком позитивном настрое все меняется все проходит и это тоже пройдет не сейчас не завтра не через месяц но она обязательно пройдет и вот вот этот вот настрой он будет помогать вам двигаться дальше и не падать на самое дно вот такая была третья позиция еще раз скажу слушаем не мои слова почему-то тройкам мне захотелось это сказать что я знаю что и раньше я говорила очень тяжелые сложные вещи двоечкам они такие достаточно ранимые но принимали мои слова тройки люди с характером и какие-то слова мои могут вас ранить но не слушайте мои слова слушайте информацию сердцем иногда я могу сказать какое-то слово и она может вас ранить но у меня не стоит целью кого-то там обидеть либо оскорбить не в коем случае я хочу чтобы вы услышали посыл то что скрывается за словами ту энергию которая скрывается в невербальной системе передачи информации слушайте сердцем информацию не головой потому что головой слушаете слышите слова включается эго ему где-то что-то не нравится что-то не готов принять слушайте сердцем вам не нужно понимать слова вам нужно понимать энергетику я всегда говорю мои расклады они про энергию они про состояние я может быть не всегда могу донести правильными словами хотя я очень аккуратно отношусь к тому что я говорю и по случаю возможности буквально две секунды скажу что в одном из прошлых раскладов когда выпадала жалко что я не вытащила эту колоду там есть одна карта которая называется урод и у меня была дискуссия в комментариях по этому поводу что я озвучила и несколько людей не один человек а несколько людей не понравилось что я использовал это слово еще расскажу это не мое слово эта карта так называется карта называется урод как я ее могу по-другому назвать сказать некрасивый человек нет с другой стороны если эта карта выпадает и я сказал что вас так видят то под словом урод мы видим отсутствие красоты то есть безусловно вы когда-нибудь видели когда человек такой агрессивно настроены видели когда нибудь на ютюбе ролики маньяков до убийц вот людей которые в тюрьме живут они такие знаете готовы разодрать если в них красота нет они они выглядят уродами в плане того что вот это вот агрессия да она меняет их облик не в прямом смысле а в переносным и вот это вот слово она подразумевала отсутствие красоты что когда вы становитесь холодными когда вы становитесь агрессивными вы в лицах других людей выглядите как некрасивыми как человеком у которого вот этот вот недостаток агрессивности он очень ярко выражены вы это можете не понимать на люди энергетически не визуально энергетически это считывают и это не совсем приятно и когда я произносила эти слова почему-то за дело именно слова то есть мои пояснения там были пояснений они не были услышаны и был такой вопрос что неужели вы считаете что ваши подписчики это люди уроды ни в коем случае но карта имела такое название я не могла ее заменить каким-то другим словом потому что не посчитала нужно потому что если знаете как либо мы нравимся до другим людям безусловно я могу говорить там есть как-то заменять синонимами одно слово на другое но ведь если у карты есть такое название а карты подписаны да это не просто какое-то ключевое слово они подписаны если карты подписаны значит в этом есть какой-то смысл и не надо обижаться на меня и на то что я говорю а попробуйте просто слушать информацию если не принимаете ну где-то зацепил окей тоже нормально нажимаете на стоп и не смотрите это нормально мне тоже не все нравится мне тоже не все комментарии нравятся но разве где-то в каком-то комментарии я говорила что-то негативное если да скажите мне да я хочу это прочитать и я извинюсь перед человеком если я кого-то оскорбила либо обидела но я очень трепетно отношусь в силу своей чувствительности и ранимости когда мне говорят вы ранимый человек да нет ранимость помогает в течение именно информации все не было такой чувствительны и ранимая бы не смогла так глубоко чувствовать карты потому что я читаю не головой а проживаю каждую карту чувствуйте чувствуйте энергию учитесь чувствовать мир он намного больше и шире нежели ограничения словесные вот такой монолог получился можете писать что хотите ваше право я с вами прощаюсь пожелаю вам отличных прекрасных выходных пускай они будут солнечные пускай они будут теплые пускай на ваших лицах всегда будет улыбка и хорошее настроение невзирая не на не на погоду не на обстоятельства не на то что у нас окружает вокруг мир прекрасен мир идеален таким какой он есть и мы воплощаемся сюда для того чтобы познать себя и для этого у нас есть прекрасная площадка под названием земля я пожелаю вам всего самого наилучшего пока пока